Со смотровой площадки самого экстремального небесного парка на троллее практически со скоростью футбольного мяча в ворота прилетает волк-забивака. Его приезд ознаменовал старт церемонии приветствия официального кубка FIFA 2018. После уже заняв места в амфитеатре, больше трех тысяч человек с нетерпением ждали появления легендарного трофея. Екатеринбуржец Яков Зубов специально приехал в Сочи, чтобы увидеть и сфотографироваться с мировым футбольным талисманом. Трофей из чистого золота весом 6 килограммов 142 грамма, представляющий собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар, существует с 1974 года. В соответствии с правилами FIFA, прикасаться к нему могут только победители турнира. Причем команде навечно он не передается, его заменяют позолоченной копией. Поэтому оригинальный трофей находится за стеклом. Во время церемонии с приветственными словами гостям парка обратились представители FIFA и мэрии курорта, а также заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Экспортаковец отметил, что вера в национальную команду есть и всегда будет у россиян. Несмотря на ряд последних неудач, наша сборная по футболу все же старается играть на уровне. Тем не менее, небольшая оговорка Ловчева была воспринята, как говорится, по Фрейду. Я от вас им передам, если они сыграют бездарно, как с Аргентиной, сбросим их вон там вот вниз головой. Дай бог, чтобы наша сборная играла, как она играла с Аргентиной. По Фрейду ошибочка, правильно? Так, как она играла с испанцами, потому что это любо-дорого было смотреть. Всего в этом году Кубок Чемпионата мира побывал в 16 городах России. В Сочи завершилась первая часть его тура. На курорте трофей пробудет шесть дней. Сначала Кубок будет находиться в главном медиа-центре в Олимпийском парке, затем в школе Олимпийского резерва в Лазаревском районе. А 25 и 26 ноября его выставят на площади флага у мэрии. В городе же продолжается подготовка к турниру. В июле месяце 2018 года у нас еще появляется фан-фест, фестиваль болельщиков. Это достаточно большое мероприятие, которое в течение месяца на площадке Южного Мола будет проходить ежедневный показ футбольных матчей, за исключением восьми дней выходных вообще в Чемпионате мира. Ежедневно будут у нас различные звезды российской эстрады, творческие коллективы Краснодарского края, города Сочи выступать. Это будут различные интерактивы. С января по апрель Кубок отправится в международное путешествие по 50 странам шести континентов и вернется в Россию в мае. Его встретят жители восьми городов. Завершится тур в Москве непосредственно перед стартом Чемпионата мира по футболу.